Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти До июля 2018 года Россия должна перейти на электронные паспорта транспортных средств Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев ЭПТС будет выдаваться на новые машины, а также на поддержанные При совершении с ними сделок купли-продажи В документ включат данные о собственнике, техническом осмотре, ДТП, ремонте, пробеге, обременении, если таковое имеется Добавлю, что внедрение электронного ПТС изначально планировалось на этот год Озвучивалась и его стоимость для гражданина 600 рублей Трасса 101 Ространснадзор вскоре собирается получить полномочия по проверке пунктов технического осмотра транспортных средств Ведомство будет интересовать главным образом, не приторговывает ли организация диагностическими картами без реального проведения ТО Если специалисты выявят хоть один такой факт, фирма получит штраф до 100 тысяч рублей Если данное явление массовое, пункт ТО останется без аккредитации Трасса 101 Предоставлять информацию о штрафах ГИБДД можно только гражданину, зарегистрированному на портале Госуслуг Такова позиция Минкомсвязи Ведомство выразило недовольство тем, что данные сведения можно получить на множестве сайтов А также с помощью мобильных приложений МВД, в свою очередь, в этом ничего плохого не видит По словам представителей ведомства, штрафы не относятся к категории сугубо личной информации Трасса 101 Случилась в дороге какая-то неприятность с машиной, которую не можешь устранить сам Жми кнопку и получай консультацию специалиста, либо вызывай подмогу Такая возможность будет у россиян, купивших новый автомобиль Hyundai после 13 октября Автопроизводитель договорился о предоставлении данной услуги с оператором системы AeroGlonass Список проблем, о которых можно сообщить, довольно большой Проколотое колесо, незапускающийся мотор, блокировка дверей, отсутствие топлива и так далее У жителей Московской области появилась возможность сообщать, куда следует, о водителях-нарушителях с помощью мобильного приложения Правда, список нарушений пока небольшой Парковка на газоне, парковка на детской площадке или стоянка, мешающая подъезду мусоровоза Это можно снять на видео и отправить властям В скором времени, добавлю, будет создано мобильное приложение с рабочим названием «Народный инспектор», позволяющее фиксировать любое нарушение ПДД На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101